Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу еще об одном очень ароматном и пахучем виде грибов, которые, как это у них бывает, пахнут вовсе не грибами. Это говорушка пахучая, но мне больше всего нравится его второе название – говорушка анисовая. Первый вариант – это дословный перевод латинского названия вида, а вторым названием этот гриб обязан своему запаху. Говорушка анисовая – сапротрофный вид, растущий на лесной подстилке и встречающийся в основном в широколиственных или смешанных лесах, но также бывает и в хвойных. Часто этот вид тяготеет к лесам, в которых есть дуб. Литературные источники говорят, что этот гриб начинает плодоносить с летних месяцев, но я встречал ее только в сентябре-октябре. Плодоносит говорушка анисовая одиночно или небольшими группами. Встречается нечасто, но ежегодно. Говорушка анисовая – это небольшой гриб. Ее шляпки редко достигают 8 см в диаметре. В основном это 3-5 см. Шляпка сначала выпуклая, затем она становится плоской или вдавленной формы, с волнистым, иногда поднятым краем. В центре иногда с небольшим бугорком – голая. Цвет говорушки анисовой довольно вариабельный. Она окрашена в приглушенно-серовато-синевато-зеленоватые тона. Иногда ее окраска бывает относительно яркой и уходит в чисто сине-голубые или же зеленоватые оттенки. Также при недостатке влаги она имеет свойство обесцвечиваться, становясь практически белой. Но в этом случае также не исключается отдельная белая форма этого вида. Пластинки у говорушки анисовой такого же цвета, как и шляпка. Они относительно частые, приросшие или слабонисходящие. Ножка короткая, до 5 см длиной и не больше полусантиметра в диаметре. Сероватая, с желтым и зеленоватым оттенком. Цилиндрическая, неполая, со слабым расширением к основанию. Основание ножки опушенное и буроватого цвета. Гриб этот тонко мясистый, мякоть водянистая, светлая или сероватая, с очень сильным запахом аниса. Теперь я хочу отдельно рассказать про самую главную особенность этого вида – его запах. Запах аниса у говорушки анисовой не уникальный. В мире грибов существуют и другие виды, пахнущие анисом. Например, шампиньон перелесковый, шампиньон полевой, лентинеллус уховидный. И это только первое, что приходит в голову. Но уникальность запаха говорушки анисовой заключается в том, что запах у нее очень сильный. Часто группа говорушек издает настолько сильный аромат, что его слышно за несколько метров, когда самих грибов еще даже не видно. А при наличии чувствительного обоняния и легкого ветерка, запах и вовсе будет ощущаться на расстоянии в десятки метров от плодовых тел. Интересно то, что запах усиливается в сухую погоду. За запах в этой говорушке отвечает одно и то же вещество, что и в самом анисе – анисовый альдегид. Это органическое вещество, производное бензальдегидом и метоксибензолом, которое химики уже давно научились синтезировать химическим путем. Анисовый альдегид используется как компонент парфюмерных композиций, пищевых эссенций, как сырье для получения других душистых веществ, а также в синтезе некоторых лекарственных препаратов. Говорушка анисова – съедобный гриб, однако наверняка не всем придется по вкусу, поскольку даже после отваривания анисовый запах остается. Сушеный гриб можно использовать в качестве ароматической приправы. В справочнике Михаила Вишневского «Лекарственные грибы» указано, что экстракт плодовых тел ингибирует рост саркомы и карциномы. Двойников этот вид не имеет. Характерный запах и цвет говорушки анисовой делают невозможным ее перепутывание с другими видами. Однако обесцвеченные экземпляры напоминают говорушку благоухающую, у которой такой же анисовый запах, но при этом она имеет желтоватую окраску шляпки. Также обесцвеченные экземпляры говорушки анисовой очень похожи на многие другие виды рода говорушка, в том числе и ядовитые. Но при этом все они отличаются тем, что не имеют такого яркого анисового аромата. На этом все. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!